Это плющик, это плющик, но это плющик. Вообще хорошее замечание. Вообще весь вид цивилизованной мир в следующем году будет отмечать 200 лет с дня рождения Дарвина и 150 лет публикации происхождения Ливы. Чем отметил этот юбилей наша богоспасаемая страна, я затрудняюсь ее представить, но сильно опасаюсь, что она может это отметить упразднением теории эволюции и учреждением закона Божьего в школах. К этому все идет. Вы помните вот этот был замечательный суд в Петербурге, когда девочка Маша, а больше ее папа, очень возражали против Дарвина и считали, что преподавание травянизма оскорбляет эфириозные чувства. Мне очень понравилось заключение судьи, вердикт судьи. Нам было такое заключение, что поскольку события, являющиеся предметом данного иска, происходили миллионы лет назад, то исследовать их судебными средствами не представляется возможным. и поэтому их был отклонен. На самом деле судья был не прав, поскольку именно эти события можно исследовать, даже судья в Грузии. Так, но я не хочу сейчас во все эти уходить проблемы. Что я хотел сделать сегодня? Я хотел посмотреть на происхождение видов, на эту книгу, которая была написана 150 лет назад, посмотреть, как она выглядит сейчас. Значит, вот это первое издание книги. Вот это само происхождение вида. Значит, вот это название моего доклада «Происхождение вида. 150 лет спустя». Я постараюсь двигаться строго по отбавлению и попытаюсь показать вам, что произошло за эти 150 лет. Значит, я попытаюсь вам показать. Вопреки тому, что пишут в газетах, Дарвин был прав. Вопреки тому, что пишут в газетах и темпы в научно-популярных журналах, альтернатив дарвиновской теории не осуществуют. Они все хуже. Так, ну вот давайте начнем вот это оглавление. И давайте начнем с первой главы «Вариация фри о домашней». Вот это совершенно замечательный ход, который сделал Дарвин для того, чтобы показать изменяемость вида. Если он сказал, если мы установим, что все породы ныне живущие, собак, голубей, коров и так далее, происходит одного единственного общего предка, то это покореблит наше убеждение в неизменности вида. И он это с блеском показал. И теперь это уже судебно-медицинский факт о том, что все собаки происходят от волка, о том, что все коровы происходят... Да, с коровами сложнее, там, в банке. Все голуби происходят от того самого скалистого голубя, которым занимался Зарвин. Почему судебно-медицинский факт? Потому что это определяется теми же самыми тестами ДНК, что определяется отцовство или принадлежность труб. Теперь, второе, что он показал, что все это было сделано путем отбора методического, отбора случайных уклонений. Вот здесь вопрос об альтернативах. Значит, альтернативы, которые сейчас рассматриваются, их сейчас я несколько русскому. Но первое, это старинная ломаковская альтернатива. Что каждое животное стремится к совершенству. Каждый организм стремится к совершенству и меняется себе на пользу. Скажите мне, на какую пользу менялся Мопс? Какая ему польза от этой морды? Когда он ни дышать не может, ни жить не может, и вообще стабильность отдает. Вторая идея. Замечательная идея Льва Семеновича Бёрка о том, что изменчивость целесообразна. Замечательно. То же самое вопрос. Какая в этом целесообразность? И дальше мы видим. Вот сейчас мы уже знаем молекулярную структуру вот этой морды у Мопса и у Борзои. И оказалось, что там замечательная вещь. Что здесь отбор шел по морде, но на самом деле, когда мы смотрим на гены, отбор шел по отбору, по аккумуляции вот этих самых повторов в одном из генов. Чем больше повторов одного из мотивов, тем более морда. Чем короче этот мотив, тем короче морда. То есть мы видим уже молекулярную структуру этих самых генов. Наконец, совершенно замечательным, так сказать, продолжением вот этой самой Дарвиновской идеи является вот тот замечательный эксперимент, который идет у нас сейчас в институте. Который был начат моим учителем Дмитрием Горстиновичем Беляевым, продолжается по сейчас же. Когда в этом эксперименте было показано параллельные изменения, которые наблюдаются у лисиц, они окажутся параллельными собаками, другим домашним животным. И этот эксперимент показывает, что все может быть изменено отбором. Именно отбором, ничем другим. Отбором по поведению. Меняется и поведение до фантастичного. Ведь что замечательно. Ведь всегда говорили, что отбор не может создать ничего нового. Что отбор только очищает то, что есть в природе. Неужели такие лисицы были в природе? Это было создано отбором. Создано отбором под контролем человека. Еще одна была альтернатива, которая сейчас очень модная. Это идея о макромутации. О том, что эволюция идет не постепенно, как говорил Дарья Наскачков. Вот сейчас мы получали все возможные мутации. Мы сейчас в генной инженерии можем делать все, что угодно. Мы можем вырезать гены, можем вставлять гены, можем комбинировать гены. И ничего не получилось. Ни одной действительно серьезной макромутации, которая приводит к формированию какой-то совершенно новой организации, совершенно новых таксономических признаков мы не получили. Их просто нет. Их быть не может. Потому что мы до сих пор, при всей мощи генной инженерии, мы их получить нам не удалось. Переходим к следующей главе. Вот это замечательная и очень, как многим кажется, жестокая сторона Дарвиновской теории. Это самая борьба с существованием. Против нее очень много народу возражало. Замечательная была книга главного анархиста, князя Крохоткина. О сотрудничестве в мире животных. О кооперации в мире животных. И люди, которые занимаются этологией, которые занимаются поведением животных, прекрасно знают, что действительно это все есть. Но все это есть в довольно определенных рамках. Вы знаете, я не буду сейчас вам говорить о лицепробном альтруизме, о том самом, о ростном альтруизме и всем прочем. Вот вся эта кооперация, это просто та же самая борьба с существованием на несколько другом уровне. Несколько другими средствами. Но все та же борьба за существование. Причем вот еще что. Вот что замечательно вот в этой идее о борьбе с существованием, которую мы только сейчас начинаем понимать. Она решает вот ту проблему, она разрешает ту претензию, которая делается часто к Дарвину. Что идея приспособленности это автологично. Кто выживает наиболее приспособлен. Кто наиболее приспособлен, тот кто выживает. И при этом тогда ничего нового не должно происходить. Но при этом мы забываем, что мир постоянно меняется. Вот одно из достижений. Так, это что я? А, я попал на борьбу, я поговорил про про существование, а должен был говорить про вторую главу. А про про существование за третью главу. Так, поэтому отыгрываем назад и говорим про изменчивость природы. Значит, в ответ за вторая была идея замечательная у Дарвина. Где он постарался разрушить идею о неизменности видов. И он шел к этому через разрушение идеи вида вообще. Он говорил, что для многих разновидностей, для многих подвидов и видов мы не можем найти границу. Между индивидуальной вариацией, между разновидностями, между видами. И вот сейчас, когда мы анализируем виды в природе, мы видим, что многие виды как раз находятся в периоде вида образования. Вот этот замечательный пример с овсянками, которые имеют вот такой кольцевой ареал. Вот здесь это один вид, и здесь есть свободный поток генов. Здесь-то все еще один вид. А здесь, когда они встречаются, это два разных вида. Потому что вот в этом ряду у них меняются песни, очень незначительно меняются песни. Но в конечном счете они перестают друг друга воспринимать. И вот так один вид разветвляется на два и становится двумя самостоятельными видами. Так вот, опять от Дарвиновский тезис. Что это здесь? Здесь это один вид, а здесь это два вида. А здесь что такое? Я помню, как я мучился, когда я писал про кольцевые ареалы в школьном учебнике. От меня, я говорил, что вот тут одна есть чайка, а тут другая чайка. А тут какая чайка? Да назовите ее как хотите. Дело не в этом, дело в самом процессе. Так, это еще говорит о благоуществовании, да? Правильно. Вот. Так вот, одним из замечательных достижений эволюционной биологии в 20 веке была разработка вот этой самой гипотезы Красной Королевы. Она идет, как вы знаете, от этой самой замечательного высказывания Красной в русском языке, Черной Королевы, которая сказала Алисе, что в этом мире нужно бежать изо всей силы только для того, чтобы остаться на месте. Если ты хочешь куда-то попасть, надо бежать в два раза быстрее. В чем тут фокус? Откуда вообще взялась идея Красной Королевы? Она взялась из палеонтологии, в которой было показано, что вероятность вымирания родов в пределах семейства не зависит от времени их эволюции. То есть, не важно, как долго ты эволюционируешь, от этого ты не становишься счастлив. От этого ты не становишься лучше. Вот что замечательно. Потому что мир меняется вместе с тобой. И все те организмы, которые с тобой взаимодействуют, они меняются тебе во вред. На каждое твое достижение они находят симметричный или асимметричный ответ. Мы можем бесконечно говорить о том, что если лев начинает бежать быстрее, то быстрее будет бежать ладь и так далее, в итоге никто от этого счастливее не становится. И вероятность поедания, вероятность вымирания от голода остается те же самые. Это логика гонки вооружения, которая ни к чему не ведет, но она ведет к естественному отбору. Вот это то замечательное явление, которое открыл Дарвин, когда он отвечал на вопрос о том, кто отбирает природу. Вот тут он говорил про естественный отбор, то есть про дифференциальное выживание наиболее приспособленных здесь и сейчас. Вот это замечательная особенность естественного отбора, которую мало кто понимает. Отбор не для прогресса, отбор не для того, чтобы было жить лучше, отбор для того, чтобы выжить здесь и сейчас, в этих условиях среди. Но из этого идут очень далекие последствия. И вот здесь я просто хочу вам показать несколько картинок вот этого самого результата Дарвинова. Вот это замечательный богомол. Вот опять, давайте мы пытаемся объяснить его любыми другими недарвиновными способами. Хорошо, он стремится к совершенству, он тренируется, как говорит Ломан. Что ему нужно тренировать, чтобы стать коричневым? Откуда он знает, что он должен быть именно таким? Дальше. Идея Берга насчет целесообразности. Ну слушайте, если мы будем оставаться на основе науки и не уходить в мистику, какой может быть механизм вот этой целесообразности? Что у богомола, который живет на коре, должны возникать вот эти самые чешуйки. И дальше. Я оставляю в стороне историю с творцом. Потому что если считать, что творец обладает определенным, дает определенные преимущества богомолу, то это вообще творца плохо характеризует. Поскольку, во-первых, ну это вообще затруднительное создание. Теория в глаза серийного убийцы, поведение серийного убийцы, вообще затруднительное. Но вот смотрите, какое оно замечательное. и как оно возникает. То есть смотрите, это все на разных субстратах, по идее, разные виды, идеально адаптивные. Откуда это берется? Хорошо, только сейчас он мне скажет. Сейчас я бы опять последствия объяснений с естественного отбора, что птички его не видят, и так далее, и так далее. И что вы думаете, что вы поверите, что птица такая тура, что если она рядом с ним сядет, так она его не увидит? Нет. Если рядом сядет, то увидит. А если она летит в туманный день в полусвете, и она видит, может это богомол, может не богомол. Можно, конечно, потерять время и сесть рядом с ней и выяснить, богомол или не богомол. Лучше полететь дальше. Ведь вы понимаете, вот здесь каждая минимальная мутация, изменение генетическое, приближающее к этому, к улучшающее сходство, работает на пользу этого самого богомола. И, вспомните, красную королеву во вред птиц. Тогда птицы уже начинают быть более разборчивыми и требуется более подробное сходство. А вот это это все разные богомолы, да? А вот это я сам сфотографировал. Чтобы вы видели, это он вот там сидит. Это я его специально так посадил. Иначе я мог, конечно, сфотографироваться, его просто видно бы не было. Это бразильский богомол. Вот. То есть вот мы получаем вот эти совершенно замечательные приспособления, которые создаются естественным отбором. И по-другому вы их объяснить не сможете никогда. Дальше. А, вот теперь по поводу того, хватает ли отбора для изменения. Вот это очень интересная таблица, которая мне очень нравится. Значит, они изменяли признаки, мерные признаки в Дарвинах. Значит, Дарвин — это изменение признака на логарифм его величины за миллион лет. Ну вот какие Дарвины мы имеем при искусственном отборе. Естественно, совершенно безумные данные. При колонизации, при усилении новых веков. Гигантские данные. Очень быстро изменены. Когда мы берем уже палеонтологические данные, мы получаем вот такие не слишком высокие значения. Что это значит? Это значит, что отбор, вот все то, что мы видим в палеонтологии, это сделанный отбор. Но отбор действовал не на полную силу. Он мог гораздо больше. И мы видим сейчас вот эти замечательные клювы, которые были созданы отбором. Откуда мы это знаем? Потому что мы сейчас видим, как действует вот этот самый отбор. Вот эти замечательные наблюдения супругов Грантов, которые были сделаны на Багалпадуатских здравоохранениях. когда вслед за изменением влажности изменялся размер клюва у одного из зверхов. И более того, сейчас мы знаем, как действуют гены на этот вот клюв. На самом деле, вот вся эта диаметрия клюва объясняется взаимодействием, сейчас мы знаем, что она объясняется взаимодействием двум генам, вот этих БМП4 и КАММОДУЛИЗМ. И модифицируя опять ненужно грубых мутаций. Вам достаточно статус модификации в экспрессии этих генов, в локальной экспрессии этих генов, чтобы получить вот эти самые клювы. Чтобы получить вот те клювы, которые вы видели на предыдущем слайде. А, ну темы как самым интересным. замечательно. Вот что замечательно в половом отборе, нет, по-другому. Вот чем хорош естественный отбор? Он создает полезные, очень хорошие признаки, вроде клюва там, я не знаю чего там, мускулатуры, ну скучные признаки, вот скучные. Вот когда вы видите в природе что-то вот абсолютно экстраординарное, вроде вот этого хвоста, вроде интеллекта у человека, вроде культуры у человека, ищите женщину, ищите половой отбор. Почему женщину? Да, значит, подождите, почему на полу этого полового отбора? Значит, вот этот хвост замечательный в Бавлине, да? Вот на нем 150 этих самых точечек, да? Что делали терминисты? Нарушая все принципы биоэтики. Они в эти точечки замазывали. И смотрели, что из этого выйдет. Так вот так сейчас 150. Если меньше 120, вообще никаких шансов. Можете выходить, жениться. Никто тебе даже не восьмутый. Вот нужно 150. Дальше. Вот зачем вот это? Какая в этом всем практическая польза? Дальше. Вот это мне ужасно нравится. Вот вы представляете, как жить вот с такой штукой, да? Вот как летать с ней, да? Чтобы она ни за один кустик не зацепилась, да? Чтобы на ней слоги ее не поели, да? Или вот это вот. Вот это вот. Антоненькая и длинненькая, да? Так вот, по поводу полового отбора, это Дарган опять был первый, кто обратил внимание на половой отбор. Да, он говорил, что многие признаки фиксируются не в силу их пользы для организма, но в силу привлекательности в глазах другого пола. Какого мы знаем? Да. Ну, тогда, значит, Дарган задавали, естественно, возникал вопрос, а почему эти признаки являются привлекательными в глазах того самого пола? Ну, как же, красиво. А почему красиво? Ну, как, это и так видно, что красиво. Так вот, на самом деле, вы понимаете, что этот вопрос требует ответа? Почему это считается красивым? Так вот, было предложено много объяснений. Я вам расскажу сегодня только про одно. Наверное, вы про него знаете. Мои студенты уже точно знают, поскольку мне ужасно нравится, я все время его рассказываю. Значит, это так называемый принцип гандикатва. Идея вот какая. Значит, вот самка, естественно, выбирает самки. Самцы ничего не выбирают. С этим вот это абсолютно ясно все. Поскольку это вообще пол лишний и ненужный, то они ничего не выбирают. Выбирают самки. Вот. Почему они выбирают? Что им нужно самкам выбрать? Самке нужно выбрать самца с хорошими генами. То есть, отца для своих детей с хорошими генами. Она сама знает, что у нее хорошие гены. Но им нужно, ей нужно найти хорошую компанию. А как проверить, самца хорошие гены или нехорошие гены? Тогда на него смотрят и думают. Что вот если он с таким дурацким хвостом, я еще и с ним поврежден, который издалека видно, как на вот этого, да, недалеко видно для любого хищника. По кустам били плохо. Паразиты давно поели, если бы что-то с ним было не так. Так вот, несмотря на все это, он дожил таки до половой зрелости. И хвост у него прилично выглядел. Стало быть, у него бы есть замечательные гены внутренней способности, которые позволили ему дожить, несмотря на. То есть, без хвоста, конечно, и дурак доживет. Вот. Вот она вот, довольно простая ситуация. Как она выбирает? Значит, ну, она должна, признаки должны быть дорогие. На них нужно ориентироваться. Если он может себе позволить... трехдневно ищите на мужчину, вот сейчас, правильно? Да, да. Не падает. Нет, это тут про мужчин, да, другое. Но если вы выбираете себе, значит, так сказать, носителя хороших генов и так далее, вы должны от него ждать дорогих подарков на пределе его кредитоспособности. Чтобы не дайте себя надуть, вот в чем главное. Потому что он может прикинуть. Вот. Так вот, это вот замечательная теория по поводу полового отбора. Да, вот замечательный пример. Как дорого быть красивым. Вот на пределе его кредитоспособности. Вот что у петухов у нас имеется. Значит, вот самкам ужасно нравятся вот эти самые красные гребни. И вот эта штука, я не знаю, вот. Она должна быть очень красная и очень яркая и, так сказать, вот такая стургородная. Значит, от чего это зависит? Вот ее красность, да? Зависит от содержания картиноидов. Картиноиды синтезируются в печени. Да, вот от картиноидов. Это зависит. И зависит от высокого содержания тестостерона. Вот когда два эти вещи есть, у нее много картиноидов и много тестостерона, вот у него будет подходящий гребен. Но нет более сильного подавителя иммунитета, чем тестостерона. То есть при высоком тестостероне иммунитет подавлен и стало быть в печени должны заводиться паразиты. которые разрушают печень, никаких каротиноидов ожидать не приходится. Так вот, опять та же логика. Если при таком высоком тестостероне он умудряется еще иметь каротиноиды в достаточном количестве, то стало быть, у него совершенно замечательный иммунитет. И он его передаст вашим детям. Так, следующая глава. А, это совершенно уникальная глава, которая не только в этой книге, и больше никаких книгах в мире нет. Это называется «Трудности теории». Где вы еще видели, что кто-нибудь писал про трудности своей собственной теории? Карл Баркс никогда не писал. Фрейд тоже не писал. Я уже не говорю про Ивана Петровича Павловича. Далее написал, где он разбирал все те самые трудности. Это в первом издании. В седьмом издании, по которому все учитесь, там еще есть другая глава, тоже уникальная. Возражения, высказанные против теории. И что вот замечательно. Вот если вы внимательно прочитаете эту главу, а потом прочитаете современную литературу, антидарминскую, вы увидите, что на все сверхмодные современные возражения там уже есть ответственность. Значит, какие там были возражения? Ну вот первое, что вот как? По поводу начальных стадий. Что да, действительно, в мемикрии это все замечательно. Хорошо, мы согласны, что в мемикрии вы можете объяснить естественного отбора. Но как вы объясните такое чудо природы, как глаз, который так замечательно устроен? Когда там есть линзы, когда там есть чувствительные клетки, где все так замечательно организовано. Это-то как? Как вы объясните здесь начальные стадии? Ну вот, тут действительно, Дарвин там пускался в общее соображение. Сейчас, что мы знаем сейчас? Сейчас мы знаем действительно очень много промежуточных стадий. Глаза, застывшего на промежуточной стадии. Когда там большего и не надо. Более того, был один довольно простой компьютерный эксперимент по анализу, по моделированию процесса эволюции глаз. Статья замечательно называется «Пессимистический взгляд на эволюцию глаз». Почему это пессимистический? Потому что они взяли заведомо очень тяжелые условия. Вот допустим, что мы начинаем вот с этой самой трехслойной пластинки. Где у нас есть светочувствительный слой, экранирующий слой снизу и защитный слой. И вот это, что тут никакой экзотики нет. Светочувствительные клетки у нас есть, фоторецепторы есть у одноклеточных. Тут никакой проблемы нет. Теперь давайте, пусть у нас будут идти мутации, которые меняют геометрию вот этой самой пластинки трехслойной. Меняют на 1%, сюда и сюда. И мутация на 1% качества, увеличивающая, но улучшающая на 1% качество фоторецепции. Теперь, вот эта увеличивающая на 1% качество фоторецепции мутация, она повышает приспособленность носителя на 1%. Абсолютно пессимистические напущения. Так вот, что мы имеем, если вот это? Ясно, что вот такая вещь, она улучшает зрение по сравнению с, например, у вас был большой куплый бокал. Поскольку здесь вы можете уже ориентироваться не просто, значит, откуда идет цвет, но примерно о направлении. Сверху, снизу, справа, слева и так далее. Теперь дальше. Чем глубже этот бокал, тем точнее вы определяете направление. Затем он постепенно, не для того, чтобы сделать камеру люциду, но он делает, пока просто определяет направление. Но двигаясь в этом направлении, вы получаете вот эту самую камеру люциду. Когда у вас уже здесь будет не просто где свет и тьма, а уже такое довольно грубое изображение. И чем хуже вот эта вещь, чем хуже зрачок, тем точнее изображение. Затем у вас все это наполнено как бы, так сказать, раствором, который может образовывать локальное изгущение и так далее. Вот сколько времени, сколько поколений нужно при этих пессимистических допущениях, чтобы сделать глаз осьминога из вот этой самой пластинки. 549 поколений. 549 тысяч. 549 тысяч поколений. Ну ладно, хорошо, даже считаем одно поколение в год, это полмиллиона лет. Это вообще говоря смешное время. Полмиллиона лет назад мы уже почти людьми были. Так, а, вот теперь еще одно. По поводу мудрости творца. Вот если вы творец, собираетесь делать оптическое устройство. Вот у вас есть фото-репроцентурный слой, вот у вас лучи идут отсюда, откуда вы будете подводить провода. Хорошо, отсюда. Замечательно. Умника питающего, оно подведено отсюда. Да, ну помните, да, вот это самое вот, зрительный нерв проходит здесь, здесь у вас слепое пятно, а здесь идут тени. От коридорных сосудов, от нейронов, от этих самых нервных окончаний. И что мы делаем? Мы эти тени постоянно вычитаем уме. Мы постоянно двери в глазах, чтобы читать тени. Это вопрос о мудрости творца. Так. Да, ну и вот еще. По поводу вот этих самых... Вот по этому поводу Дарвин особенно заставил, что «натура дон фазит царту». Ну вот, к сожалению, как я вам уже сказал, никакие, так сказать, никакие работы по мутогенезу, никакие упражнения с трансгенезом не позволили создать летающих свиней. Что вы делаете? Следующий... А, инстинкт. Что я вам скажу про инстинкт? А я вам ничего не скажу про инстинкт. Вы сами про инстинкт все больше меня обнимаете. Мы переходим дальше. Переходим к гибридизму. Вот это замечательная проблема, которую пытался решить Дарвин. Все хорошо. Но откуда возникает... Как возникают виды? Как они становятся репродуктивно несовместимыми? Вот это да. Вот это его идея вначале о том, что виды меняются, они меняются морфологически. Это все хорошо. Но как они становятся несовместимыми? Вот эту проблему Дарвин не решил. Хотя он ясно понимал, что отбор здесь, что отборный гибрид мастерина здесь не должен работать. По крайней мере, на начальных стадиях. Но он ясно понимал. И вот об этом есть в этой самой главе. О том, что, по-видимому, выращивание в разных условиях, на географически изолированных территориях, может так менять репродуктивную систему, что она становится несовместимой. Она так и становится несовместимой, но как замечательно по-разному. Вот эта работа, которой я занимался около 10 лет назад, но она мне до сих пор страшно нравится. Значит, вот есть этот зверь, который называется сонкус муринус, или дымовая мускусная землеройка. Мускусная называется, поскольку она пахнет черт знает как. Вот. И она разошлась по свету, причем относительно недавно она разошлась по свету, по-видимому, благодаря человеку. Она там живет, вроде крысы, при человеческой популяции. Вот. И при этом, разойдясь, она вот так фантастически дивергировала по размерам. Вот в Японии они маленькие, что понятно. И непонятно, почему в Бандадеш такие гигантские. Так что мы делали с моими японскими коллегами? Мы их скрещивали. И что мы получили? Вот тут мы получили, вообще говоря, вот та же самая ситуация. Вот это виды, уже два вида, или еще один вид. По залоге он считается один вид. Кроме размеров особой разницы нет. Но вот что мы обнаружили. Мы обнаружили, что вот эти самые гибриды между бангладешскими и японскими землеройками получить, в принципе, невозможно. Почему? По двум причинам. Во-первых, значит, у них вообще есть в норме половой этиморфизм. То есть самцы в два раза больше самок. Понятно, да? Поэтому, когда вы бангладешской самке предъявляете японского самца. Она это рассматривает как скобление, и самца немедленно... Ну, если деликатно, по этологии это называется, наверное, она его отвергает. Но на самом деле редкий самец оттуда уходил живой. Вот что интересно с... А вот тут, когда мы скрещиваем... То есть вот здесь... А, с обратным направлением. Когда мы скрещиваем обратным направлением. То есть берем японскую самку, бангладешского самца. Да? Тут все нормально, скрещивание происходит. Но размер эмбриона оказывается таким, что она его родить не может. То есть они рождаются, но с травмами, с гибелью и сутки. То есть вот вы видите здесь совершенно замечательную репродуктивную изоляцию. Между двумя географически изолированными популяциями одного и того же века. Мы сделали другое. Мы скрещивали вот этих, которые из Непала и Шри-Лан-Киану. Они не очень хорошо различаются по размеру. Но здесь мы обнаружили мужскую астерильность. Которая на СБФМ провели анализ-наследование. Это мужская астерильность, которая возникла из-за того, что их системы спаривания хромосом не проверялись на совместимость в течение долгого времени. То есть вот мы видим здесь, как возникает гибридная астерильность. Как идет вообще говоря то, что называется видообразование. Так, переходим к чему. А, я буду географировать к палеонтологии. Во времена Дарвина, вообще говоря, Дарвин был замечательным геологом. И он сделал сам вот совершенно выдающиеся палеонтологические открытия во время путешествия по Южной Америки. Но он был совершенно прав тогда, когда говорил, что палеонтологическая летопись не полна. Причем она трагически не полна в самых интересных местах. Ну вот что произошло за последние 150 лет? Насколько полная сейчас у нас есть картина по человеку, вы знаете. Но что мне больше всего нравится, это полная картина по китам. Вот и оказалось, то есть сейчас мы нашли предка китов. И этот предок китов оказался вообще говоря копытным. К этому еще вернемся. И сейчас мы находим вот эти самые ископаемые останки всего этого ряда. И мы можем их реконструировать. Видимо, вот это уже полуводный образ жизни. Видите, уже как меняется, морда их становится похожа на крокодилию. Видите, как постепенно редуцируются задние конечности. И вот это все происходит за относительно короткий период времени. Ну вот настоящие киты у нас уже получились через 15-10 миллионов лет после того, как началась эта линия. Они не были, конечно, таких гигантских размеров, но уже это были киты. И мы сейчас имеем очень подробную палеонтологическую редопись, которая хорошо стыкается с маекулярной биологией, о чем я вам скажу чуть позже. Следующая глава, которая, две главы вернее, которые Дарвин посвящал географическому распространению. Но в школьных учебниках, когда речь идет о географическом распространении, там пишут, там нарисованы картинки этих самых галопоглазских гордов. Но в чем была трагедия Дарвина? Он жил в неподвижном мире. Тогда не было тектоники плит. Тогда ему нужно было как-то объяснять, откуда взялись сумчатые в Южной Америке и в Австралии. И тогда они выдумывали мосты, они выдумывали какие-то плоты и прочие переходы, катастрофические падения уровня океана. Уже тогда Дарвин совершенно правильно выводил общность географического происхождения с филогенией. Вот эти ищутые связаны. Но сейчас, вот что замечательно произошло за эти 150 лет. Мы знаем, что Земля плывет. Что континенты раскалываются, расходятся, объединяются и так далее. И на этом мы можем решать совершенно парадоксальные загадки, которые Дарвин решить не мог. Ну вот, например, вот такая загадка. Вот с этими самыми страусами. Они есть в Африке, в Австралии и в Южной Америке. Причем, замечательно все это хорошо. Вроде бы действительно, допустим, они жили в Гондване. Но проблема в том, что в Африке мы вообще не находим ископаемых останков страусов старше 20 миллионов лет. Это первая проблема. Вторая проблема. По молекулярным частам эти самые африканские страусы отделились позже от южноамериканских и австралийских. Чем Африка откололась от этого самого южного суперконтинента. Как тогда быть? А вот как быть. Значит, идея уже не вот какой. Они жили вот здесь, вот на этом уголочке, в котором сходились Антарктида, Австралия, Южная Америка и Индия. Африка откололась первой. И там не было страуса. А где были африканские страусы? А африканские страусы были в Индии. Они потом на Индии доехали до Евразии. А потом перебежали в Африку. И действительно, мы находим страусов. Останки страусов около 35 миллионов лет назад в Индии тогда не было в Африку. Вот какая замечательная вещь, так сказать, произошла с этой самой тектоникой плит. И с географическим распространением. Поехали дальше. А, это вот еще одно. Продолжение географического распространения. Мы теперь, глядя на эту тектонику плит, мы начинаем понимать структуру древа млекопитающих. До Дарвина, во времена Дарвина, Дарвин первый, вообще говоря, в селье стал говорить о древе. Вот эту систему, Линнеевскую систему, он перевел систему сходства в систему родства. Но, во времена Дарвина и до середины 20 века, все древо млекопитающих было, вообще говоря, не древо, но кустом. Когда все исходило из корня. И вот сейчас, глядя на палеогеографию, мы можем проследить порядок ветвления. Что мы выделяем? Мы выделяем две первые крупные аут-группы. Первые крупные отделившиеся ветви. Это афротели, куда входят слоны, морские коровы, ламантины и слоновые землеройки, кстати. Вторая, это то, что было в Африке после того, как раскололось. Затем произошел раскол с Южной Америкой, там неполнозубые, ленивцы, броненосцы и кто еще? Муравьеды. И лавразиотерии, которые остались здесь на селе. В Лавразии. Сюда входят приматы и все остальные. Приматы с грызунами одна группа и все остальные. Это другая. Вот это то, что происходило с географией. А вот теперь мы переходим к этой последней его главе по поводу классификации. Вот продолжаем по поводу древа млекопитающего. Вот как оно было во всех учебниках. Оно и сейчас такое. Оно и сейчас такое. Учебники обновляются очень медленно. Вот вы видите, это абсолютный куст. Когда у нас, кто, киты у нас выходят из самого корня, да? Где у нас киты? Вон там у нас киты, да? Вот китообразные, да? То есть все проходят практически из самого корня. Теперь, когда мы можем судебно-медицинскими методами, с использованием анализа ДНК, устанавливать родствор, мы получаем совершенно другое древо млекопитающее. И древо безумно парадоксальное. Значит, вот первое... Так, давайте я лучше это древо покажу. Тут будет понятно, никто из кто. Значит, первое афротерии. И неполнозубые. Да? Нет, вот это все афротерии. Да? Здесь вот сюда слоны, доманы, морские коровы. Затем второй овец. Это Африка. Это неполнозубые. Это Южная Америка. Потом все остальные. Вот среди всех остальных. Дальше идет вот эта группа. Она называется эорхонтеглиры. Не верите в голову. Значит, это приматы и грызуны с зайцами. Вот кто наши ближайшие родственники. Да? Теперь все остальные. Вот со всеми остальными замечательная история. И что упадает из всех остальных? Упадают сюда насекомоядные. И вот это что такое? Вот это замечательный надотряд, который сейчас называют... Так, вот здесь два на самом деле отряда. Здесь у нас есть кита парно-копытный. Кита парно-копытный. То есть, что замечательный? Помните, да? 50 миллионов лет назад кита еще был коровый. Так вот, вот задумайтесь на минутку. Последний общий предок кита и коровы. Кита и коровы. Жил ближе к нам, чем последний общий предок коровы и лошади. Понимаете, да? А вообще, самый ближайший родственник кита по молекулярным данным оказывается бегемот. Что логично. Следующий надотряд, который мне ужасно нравится, он называется... Пегаса-хищная. Пегаса-хищная. Почему пегаса-хищная? Ну, понятно, потому что туда входят хищные. Туда входят летучие мыши и лошади. Вот такое у нас сейчас древо. Вот таким древом нам придется дальше жить. Оно кажется парадоксальным. На самом деле мы вот среди всех них находим, вообще говоря, землерой. Вот такими были вот эти предки, наши общие предки и всех, вот в это время. Понимаете, да? А все остальное произошло уже позже, специализация. Под действием того же самого естественного отбора, без всяких ужимок пришло. Так, а вот теперь повторение и заключение. Апофеоз, происхождение вида. Вот это замечательная фраза, которая мне ужасно нравится. Когда я рассматриваю все существа, как прямых потомков существ, живших за долго до кембрийской эпохи, они облагораживаются в моих глазах. Вот что это существа? Это мой внук, это моя дочь, это моя дедушка и бабушка. А это мои более далекие предки. Вот что я добиваюсь от своих студентов постоянно? Я пытаюсь их убедить, что эволюция это не про динозавров, а это про них. Что вот здесь, я не знаю, когда, в Плестоцене, в Юрском периоде, в кембрийской эпохи, жили не просто какие-то организмы, а жили их бабушки. Причем, что замечательно. Вот эти их бабушки, у них же было миллион, миллиарды современниц и соплеменниц. Но наши бабушки были самыми лучшими, потому что ни одна из них не умерла до тех пор, ну я не знаю, какими угодно способами, и была съедена, не была убита, не утонула, до тех пор, пока она не произвела следующего в этой цепи. И до этого есть медицинский факт. Мы здесь. Стало быть, наши бабушки тогда были живы. Почему облагорожены? Потому что вот когда вы думаете о себе так, вы приобретаете немножко другую цену, чем когда вы думаете о себе о глиняной кухне. А, еще замечательно. Еще одна замечательная фраза из заключения. Мы можем даже настолько, приняв теорию эволюции, приняв естественный отбор, мы можем пророчески заглянуть в будущее, чтобы предсказать, что произойдет потом. Вот замечательная попытка предсказать, что произойдет потом, через 50 миллионов лет. Когда тектоника приведет к немножко другому конфигурации материков и так далее. И, как говорит Дарвин, наиболее обычные и широко распространенные виды окончательно возьмут вверх и породят новые доминирующие виды. Какие распространенные виды? Грызуны, да? Вот мы получаем вот этих самых. Грызуны заместят копытных и грызуны заместят хищных. А им нужны клыки. А как сделать клыки? Не делая скачков. Не делая макромутации. А вот модифицируете листы. И вы получите клыки. Нормальные для хищника. Грызуны уйдут под воду. И теми же самыми листами они смогут делать то, что делают сейчас моржи. Пингвины заменят китов. Но вот это мне нравится больше. Это летучие мыши. Вот вы видите. У них уши есть, у них уши всегда были. Они были для локации. Теперь покрасьте эти уши красный цвет. Посидите тихонечко. Насекомые подумают, что две цветочки. Вот это замечательный хищник. Вот обратите внимание, как он ходит. Он ходит на передних лапах. А манипулирует задними. Почему так? Опять же потому, что природа не делает скачков. Именно так поступают сейчас летучие мыши. Они цепляются, они ходят на крылья, поскольку они у них длинные. А задние лапы, они цепляются, они их используют для манипуляции. Поэтому уберите крылья с передних лап. Они уже и так длинные и мощные. Вы получите ноги. Ну а это используйте для манипуляции. Ну вот, пожалуй, все, что я вам хотел рассказать по поводу этого. Вот последние замечательные фразы из происхождения вида. Нет, я читать не буду. Выграл. Так, ну вот, что надо? Спасибо. Зачитались. Спасибо. 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 Спасибо, профессор Парадин. Прилучая лекция. Продолжение следует... Продолжение следует...